Сегодня в Красноармейском районе открыли завод по производству кирпичей. Траковская керамика уже готова обеспечить строительным материалом все поволжские регионы. Технологический процесс ускоряет итальянское оборудование. Оценил его и глава республики Михаил Игнатьев. С места событий передает Дмитрий Ковалев. Сейчас наша съемочная группа находится в одном из цехов завода. Реализация этого проекта от идеи до воплощения растянулась на три года. Корпуса предприятия возвели на пустыре. Стоимость завода превысила 1 миллиард рублей. Внутри цехов смонтировали новейшее оборудование, которое привезли из Италии. До последнего иностранные специалисты тестировали аппараты производственной линии и обучали тех, кому в будущем предстоит работать с этой техникой. Глава республики Михаил Игнатьев выполнил самую почетную миссию. Производственный процесс запустил именно он, нажав на пульте управления кнопку «Пуск». Сушится до какой влажности снижения съемки? В первые годы на заводе будут производить керамические кирпичи. Планы куда глобальнее. Будущим потребителям будут предлагать высокопрочную черепицу и брусчатку. Сырье для производства не придется везти издалека. До местного месторождения рукой подать. Глину добывают в 100 метрах от завода. На стоимости кирпича это должно отразиться. Сейчас строительные компании приобретают ее в среднем за 10 рублей штука. В любом случае дешевле будет, чем в других заводах, поскольку завод более современный и экономичный. Ну а какая цена будет? Сначала надо освоить проектную мощность. Проектную мощность мы планируем освоить до Нового года. Смешивать сырье будут дозированы. Благодаря такому методу удастся производить кирпичи разных цветов. От светло-желтого до темно-коричневого. Это современные тенденции строительной индустрии. На заводе кирпичи обжигают в специальных печах, что существенно ускоряет их производство. В год здесь намерены выпускать более 60 миллионов изделий. Продавать их планируют не только в соседних регионах, но и в Москве. Михаилу Игнатьеву показали весь производственный процесс. Он полностью автоматизирован. Но наблюдают за ним подготовленные диспетчеры. На заводе планируют трудоустроить 150 человек. В будущем для специалистов построят жилье.